здравствуйте друзья прогрессивная общественность всколыхнулась прочитав письмо некого господина в фейсбуке и света как человек хнувшийся хочет на эту тему поговорить и вот какие-то фрагменты из письма она нам зачитают да это было прошу длинная прошу статья значит речь идет о том что пишет мужчина так а вот и пишет он о том что зачем дескать после 40 лет вообще нужно женщина терпеть ее зачем женщина после 40 лет и буквально дословно он пишет вот что а зачем нам вообще человек женского пола со всей его сегодняшней культурной идеологической нагрузкой после того как этому человеку исполняется 40 лет и он окончательно теряет единственное что в нем было женского внешнюю привлекательность что нам теперь с этим делать почему я должен дальше все это терпеть давай смотреть на вещи со здоровым цинизмом отбросив всю эту любовь морковь которую евреи придумали чтобы денег не платить причем тут деньги евреи я не поняла света потому что ему хочется дешевле а семейный уют а дети а душевное тепло так значит а дети а душевное тепло да это дорогого стоит но ведь уже нет ничего не тепла не уюта это имеется виду после 40 не воспитание матерью своих детях уважение к отцу нет и быть не может потому что 90 процентов женщин большого города даже если они выросли в провинции очень быстро становятся такими же как моя жена оставшихся слишком мало чтобы рисковать и вступать с ними прав значит дело не в том что после 40 у них нет семьи женственности так далее дело в том что они живут в городе и современная женщина не в состоянии дать то что придумали когда-то евреи хорошо так для чего мужчина вступает в брак на этот вопрос есть ответ романтический и неверный на самом деле в любом союзе мужчины и женщины неизбежно включается некая экономика взаимоотношений некая ты мне я тебе и нарушение этого неписанного регламента неизбежно ведет если не к разрушению брака то уж точно к исчезновению любви представьте себе пример что ваш мужчина уходит безоговорочный пассив теряет стремление хоть в чем-то доминировать на жизненном поле каковы будут ваши действия правильно он очень скоро увидит потухшие глаза своей супруги точно так же и женщины если растеряет себя все служат с которым половых органов и рано или поздно убьет себя в глазах мужа быть безответственной по отношению к мужчине это ее право данное ей законам безответственный то есть грубо говоря терпеть женщину после 40 лет в своем доме можно только в том случае если после 40 коллег она не теряет своей женской привлекательности и 50 лет не теряет своей женской привлекательности и в 60 лет даже 90 но я даже не женская а именно какой как мать как написано я даже могу отлично дальше не читать вот этого достаточно очень сажима тему поговорить значит я я я первым начинаю значит света хочет значит меня подставить чтоб я что-то сказал подавно раз и и и не скажет что-то красивое я шучу я шучу я шучу значит света давай давай мы скажем так есть некая тенденция да есть некоторая тенденция которая со здоровым цинизмом как бы да просматривается действительно современная урбанизированная женщина действительно более самодостаточно не только в этом дело но в классическом в традиционном плане да она не она уже и не может он не только не хочет но она и не может она работает она зарабатывает у нее есть много как бы сказать объектов которым она уделяет внимание кроме мужа и детей понимаешь она где-то она на работе где-то у нее социальная какая-то жизнь где-то она может быть блогер до фокус внимания более она уже нет не совсем там понимаешь вот кроме того поскольку она уже более намного более независимый самостоятельно зарабатывающие так далее так далее за нее теперь бороться надо понимать раньше он женился на ней так я и ему гарантированно было а куда едем и вот вот она с ним да вот и она снимала ему готовит она сейчас у нее появились права прошла на так же как он зарабатывает раньше он зарабатывал я она сидела дома да и у нее были права вот тут а у него вот тут а сейчас она также также зарабатывает и мужчины который скажем так в отечестве живет в америке это не так но отечественного мужчина он хочет продолжать получать это же все при том что женщина как бы совершенно не уступает ему в ну как выполнение мужской функции то есть обеспечение семьи там поэтому очень много очень много проблем реально вот сейчас есть с этим делом но но при этого сказать что у него вот есть жена так и он спрашивает почему я свою жену должен терпеть очень многие женщины спрашивают себя почему я терплю этого мужика который не зарабатывает который ведется как скотина который шляется который там который не испытывает никакого уважения к ней еще раз я к чему говорю вот это взаимное неудовлетворение да это как бы знак времени в котором мы сегодня живем понимаешь вот такая такая ерунда получать если раньше может быть она тоже не была удовлетворена но и общество и экономически финансово она не могла ничего сделать от смирялась с этим и жила вот как жила то сейчас она говорит на фигу мне нужно она уходит и она в общем может сама растить детей там и так далее то есть очень очень много этого присутствует у него конкретно у него конкретно не сложилось вот с этой вот с этой женщиной с которой он вступил в брак и это где найти другую хорошую подать его не получилось понимаешь и он пытается вот эту несостоявшуюся историю свести к тому что вот тепла нет уюта нет вот этих всех еврейских хохмачек которые бесплатно ты получаешь браке значит нет тогда можно пойти там и вот например буквально да то есть удовлетвориться вот так сказать физически можно и дешевле и в общем не брать на всяких но у него у него нет вопрос а где найти такую женщину с которой можно было получить вот то что он хотел получить а может быть и нельзя может быть он такой что и он бы и не нашел там я не знаю но это значительно большей степени как бы проблема вот и его не встретившего свою половинку понимаешь и очень-очень многие люди не встретили свою половинку я читал какую-то там не помню статью где писали что в соединенных штатах там 75 процентов браков 75 не функциональные цвета они просто живут вместе но они как ромэйты понимаешь почему отношение такое в стране это не совсем так это не совсем так здесь здесь очень высокая вот эта тема либо альюс там и квалатит а и света но поколение было нынешне опять же меняется время на все меняется ты когда закончишь на сне я вот вот почему говорю что каждый чек который это послушает там про это мужик а он может ему там либо посочувствовать либо например скачок козел в зависимости от как бы реакции женщина ему скажет а ты на себя посмотри а кому-то на хрен нужен тебе тепло там за сюда если тебе сколько не давай ты все как скотина значит там и так далее я этого слышал столько своей жизни господи боже не смысле что ты мне говорил автор нет нет я слышал смысле от от разных людей я закончил я поскольку уже не думаю над этой темы да потому что вначале я просто когда увидел эту статью просто там отписалась что наверное это человек ничего вообще нормального спутника жизни не встретил и в общем остается в нобороту это очевидно это совершенно очевидно что но с другой стороны я как-то она мне сама стала крутиться в голове я стала задумываться о том вот что же происходит вообще да и вот на каком-то примере я хочу проиллюстрировать это несколько дней назад мы гуляли у себя там с аниме или гуляли и на площадке люди играли в теннис там было несколько теннисных портов и люди играли в теннис и вот они играли по-разному и мне очень это как бы пришлось вот это наблюдение гораздо смастер рот к эпидеме как ни странно хотя там поводу и двор короче даже совершенно не связано по даст значит на одном корте играли мужчина и женщина а на другом корте играли помоньки и STAR где играет для мужчин и женщина нужно было видеть эту игру они конечно не играли на счет они играли друг для друга и у них движения были как замедленной съемки они такие были красивы и они так плавно отбивали upcoming Coffee casual и их задача была этот мяч не уронить они играли одним мячом довольно таки долго подавали плавно, так, чтобы другому было удобно поймать этот мяч. А на другом корте играли два мужчины, и их задача была показать, какой у них удар сильный. Ну, наверное, да, так в большом спорте и происходит, собственно, теннис-то на этом и построен, да, чтобы дать такую подачу, чтобы другой ее не поймал. И вот они, значит, все время бегают, там, мячей-то у них не так много было, все время они бегали, эти мячики поднимали. И у меня возникла вот такая ассоциация, что, да, конечно, в большом спорте люди действительно стараются добиться чего-то, да, растолкать своих соперников, да, быть лучше, это событие сильнее, победить, да. Но, как нам говорим о семье, это совершенно другая история. В семье нет победителей, в семье есть взаимная работа, для того, чтобы она была гармонична и красива, вот как эта пара красиво двигалась на корте, да, у них была полная взаимношенность. Нет, ну парень играл на нее, то есть он не гасил мяч, чтобы она не взять на ногу. Они оба играли друг на друга, да. И это то, что отсутствует, в общем-то, вот в таких семьях, про которые пишет этот автор, да. Значит, а откуда это все берется? Дело в том, что детей, самого маленького начального их возраста, говорят, ты лучший, да, ты лучший. Вот есть передача, которую я смотреть не могу, потому что говорят, ты самый лучший. Лучше всех, ты лучше всех. И вот эти два человека, которые оба лучше всех, мало того, они еще ходили в какие-то спортивные секции, где им нужно было добиваться результатов. И у них понятие о том, что они должны добиться какого-то результата, они должны победить любого, кто с ним рядом находится, и быть лучше всех. И вот мне кажется, вот именно в этом и заключается большая проблема. Потому что два человека, которые лучше всех, которые привыкли побеждать всех, встречаются друг с другом. У них нет понятия такого, чтобы дать другому подачу так, чтобы он мог ее отбить. У них есть понятие ударить так, чтобы показать, какой он, эх, лучше всех. Можно я вставлю? Одну секунду, я закончу, потом ты вставишь. Значит, и на третьем корте я видела еще одну ситуацию, не в этот день, а в другой какой-то, когда стоял тренер и подавал ребенку подачи, он давал подачи строго на этого ребенка. А ребенок отбивал уже как получится. Право, лево, вверх, вниз. Как получится, да? У тренера много мячиков, он кидал, ребенок отбивал. Так вот, вот этому взаимодействию, да, тренер дает на него, да, а он отбивает как может. Скорее всего, может быть частью, вот и семейных отношений тоже. Когда среди двух человек, один подает прямо, а второй кидает, куда получится. И гармоничные отношения будут только тогда, когда с детства, помимо того, что ты лучший, помимо того, что ты должен победить, будет понятно, что ты должен играть на соперника, ты должен играть на того, кто впереди тебя, на того, кто рядом с тобой. Если ты будешь стараться в мелочах делать что-то, что ему удобно, другому человеку, да, чтобы ему удобно было отбить, грубо говоря, да, в теннисных терминалах, удобно было отбить в мелочах жизни, то это и есть гарантия того, что и он тебе будет делать то же самое. Это и отношения давать братья взять, которые мы говорили раньше, без которых невозможна семейная жизнь. и это отношение нацеленность на другого, нацеленность на то, чтобы сделать ему возможность отбить твой мяч как можно более комфортно. Я закончила. Значит, что касается того, что он привык там побеждать, и вот он теперь и в семье норовит побеждать, и так далее, и так далее, я думаю, проблема не в этом. Проблема в том, что уже никто не хочет ничего побеждать, а ситуация не такая, что он хочет побеждать. Он не побеждать ходил, он себе себя хочет показать, да. Жаль, что закончить. Значит, а ситуация в том, что он вот в этой вот как бы схеме молодец против овец, а против овца и сам овца, понимаешь? Вот мы где оказались. Он по жизни овца, он по жизни никто. Понимаешь? А вот тут он пришел домой, и тут он мачо, понимаешь? И вот поэтому, если бы он реально чего-то хотел добиваться, побеждать и так далее, да она, может быть, вообще боготворила бы его свет. Но если компетишен идет между двумя? Да не между двумя. Если бы он вообще по жизни был бы... Нет, ну мы говорим про эмансипированных женщин, которые тоже хотят что-то доказать, понимаешь? Я не против. Проблема эмансипированной женщины, которая хочет что-то доказать, это мужик, который не в состоянии сам ничего доказать. Потому что мужик, который в состоянии доказать, он будет радоваться и гордиться своей женой, которая хочет что-то доказать. Например, у меня самый счастливый период жизни моей был. Ну я не то что... Один из самых счастливых. Это когда ты, Света, училась в аспирантуре. И я получал намного меньше внимания, поскольку фокус у тебя был совсем на других делах. Но я просто тащился, глядя на тебя, как ты с этого дела, понимаешь? Ты цвела и пахла. Поэтому, к чему я говорю? Сейчас я когда строю дома уже не так скажу. Когда ты строишь дома, то же самое. Понимаешь? Когда ты самореализуешься. Я в этот момент горжусь тобой гораздо больше, чем когда ты коптишь шутку. Понимаешь? Хотя утка, это отдельно. Это отдельно. Извините. За кефир отдельное спасибо всем. Но я что хочу сказать? Будучи несостоятельным сам по себе, понимаешь, он таким деспотом становится. И он хочет от нее что-то, от этой женщины. И вот это отношение давать и брать, он хочет от нее брать, не давая нифига. Если бы он давал, так что же... Он даже хочет, чтобы ему сами дали, ничего не давая взамен. Ну да, да. Поэтому... Ну, сложно, понимаешь? Такая тема, просто навеянная письмом, да. Она как-то нас вколыхнула. Мы как-то ответили. Не претендуя, конечно, на такую-то исчерпывающую полноту. Но если кому-то попало это зерно в душу, да, если они что-то пересмотрят в своей жизни, и у них все получится, мы будем только рады. Ну, да, вот такая... Задуматься на секундочку сам. А мы едем в гости, друзья. Мы едем в гости... На завтрак. На завтрак. Вот, таки-таки на завтрак едем. Если бы вы видели, как тут красиво, может быть, я давай поверну. Это городок такой, называется Аптес. Аптес это очень симпатичный городок. Вот, а мы едем на ужин. На завтрак. На завтрак. На завтрак. Это без разницы, мы только недавно ужинали. Вот, и едем себе. Городок Аптес. Так нам сюда. Да, и там будут... Две семейные пары, которые вы... Которые встречались вам у нас на канале раньше. Вот, которые много лет вместе. И, наверное... После 40 нормально все. Да, и после 40, и после 60 уже, так я чувствую, там... Многие... Так, куда же мы... По-моему, на Монтударе, там надо встать. Да? Все, друзья, мы стали... Мы поехали разбираться, куда мы приехали. Счастливо! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ